Привет, просветители! Новая неделя, новая оторванная от жизни школьная инициатива. Я уже даже не помню, какая это по счету. Нет, я, конечно, благодарен за темы для роликов, но... Может быть, как-нибудь уже прикроем эту лавочку? Сразу же успокою. Не учителей, не. Вам покой только снится. Тех учеников, которые золотая середина. Вроде и звезд неба не хватаем, у нас есть более насущные земные проблемы, но и в отстающих не числимся. Так вот, вас пока не трогают. Сегодня напрягаются отличники и двоечники. Кто бы мог подумать, что связующим звеном для этих категорий будет... ДЕПУТАТ! Как написали в комментариях в моем телеграме, Ян Лантратову уже как родная. Э, точно. На моем канале имя заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию появляется достаточно часто. Еще немного и Танюшу Буцкую с педестала сместит. Это была глупая шутка. Танюша вне конкуренции. Когда я читаю новости об очередном новом уроке, у меня обычно две реакции. В зависимости от того, что предлагают. Первое. Это что, черт побери, такое? И здесь обычно со мной соглашаются люди, даже максимально далекие от образования. Как будто про Министерство просвещения говорю. Отличный пример предложения отменить уроки английского языка. С формулировкой англичане с нами тысячу лет воюют. С кем и какие англичане воевали в 10 веке? История, как говорится, умалчивает. Вторая группа значительно сложнее. Потому что, на первый взгляд, предложение дельное. Вот, было плохо? Давайте сделаем хорошо. Только вот загвоздка в том, что все эти чебурашки с генами, которые все строили-строили, но светлое будущее так и не построили, очень смутно представляют, как система образования работает. Ну, потому что они эффективные менеджеры, а не педагоги. И вот это как раз ситуация с Яной Лантратовой. Помните ее гениальное предложение добрыми делами заниматься? На первом уроке. В понедельник. На разговорах о важном. Но вне стен школы. Идея, безусловно, отличная. Ты что против добрых дел? Но любой зауч вам скажет, что реализовать это в рамках действующей программы, и чтобы при этом все школьники прослушали каждую тему самых влажных разговоров. А то вдруг кто-нибудь занятие про цирк и клоунов пропустит. Как нам потом с этими людьми в одном обществе жить? Просто нереально. И у меня, кстати, есть отдельное видео на эту тему. Но в голове у депутата тысячи школьников условного Екатеринбурга в едином порыве с 8.00 до 8.25, потому что 8.30 уже математика. В понедельник. Не пойми где занимающиеся добрыми делами. Эта картина никаких вопросов не вызывает. Она предложила добро творить. Шура уже не тот. У Яны Лантратовой, кстати, канал в Телеграме называется Яна Лантратова.Добро Как дети успеют добраться от памятника, который Лантратова посоветовала школьникам мыть, или собачьего приюта, до школы вовремя, история, как говорится, умалчивает. Такие мелочи наших любителей добрых дел не волнуют. Им главное предложить. И в итоге такие люди, как я, ну, знаете, с планетой Земля и педагогическим образованием за спиной, выглядят, как последние мрази. Он не хочет собачкам помогать. И о стариках заботится. В понедельник. В 7 утра. На другом конце города и из-под палки? Нет. Особенно, если после этого у меня 8 уроков, репетиторы. А вот тут как раз очередная инициатива от Лантратовой и подоспела. Та-да-да-да-дам, та-да-дам, та-да-да-да-дам. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложил организовать в школах группы учебной взаимопомощи на базе российского движения детей и молодежи Движения Первых. Как сообщает ТАСС, в соответствующей инициативе она обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову. Не, ну красота же! Все друг другу помогают. На 9 уроке, судя по всему. Ну потому что когда еще? Представляется перспективной организация в российских школах на базе Движения Первых группы учебной взаимопомощи, в которых ребята могли бы помогать друг другу осваивать школьную программу и закреплять полученные на уроках знания. А знаете, что еще было перспективно? Когда школу не заваливали самыми важными делами и супер-бупер патриотичной внеурочкой, и у школьников было время приходить к таким учителям, как я, на бесплатное, подчеркнем это слово, занятие. Да, я после своих уроков оставался в школе и занимался с теми учениками, которым была нужна помощь. Просто потому, что мне это казалось правильным. Вот такой вот я няшка-бояшка. Поэтому меня американцы и завербовали. Но сейчас бы мне это вряд ли удалось провернуть. Потому что А. У детей растет нагрузка просто как не в себя. И Б. Учителя должны заниматься всем. Ну, кроме обучения детей. Что это? С какой стати я должен узнавать, проголосовали родители или нет? В рамках проекта ученики старших классов смогут брать шефство над младшими школьниками и получать первый опыт наставнической и педагогической деятельности. Написала парламентарий. Яна, Яночка, Януль, а вы вообще знаете, какая сейчас нагрузка у тех старшеклассников, которые реально могли бы чему-то пятаков научить? И да, вы же понимаете, что расписание пятиклассников и десятиклассников слегка не совпадает. И первым придется пару часиков на лавочке в коридоре куковать. наше потрясающее министерство сделало все возможное, чтобы молодежь, которая действительно к чему-то стремится, просто бежала из школы, выпучив глаза. Ну, потому что к репетитору нужно успеть или самому к экзаменам готовиться. Вот вам смешно? А у нас вместо химии в один из дней поставили урок «Моя Россия, мои горизонты». Химия у нас одна в неделю. Из 24 человек 10 дают химию. Один час для сдачи ЕГЭ достаточно, а в эту неделю вообще ноль часов. Я не понимаю. Видимо, я уже пропитана западными ценностями. Видимо, пропитана. Не, ну, химия или Россия с ее горизонтами? Выбор очевиден. Но озвучивать я его не буду. Химия. Вы и дальше продолжаете повышать престиж профессии педагога рассказами о престиже профессии педагога. И через пару лет действительно ничего, кроме групп взаимопомощи, в провинциальной школе не останется. Потому что талантливая молодежь массово идет работать в школу только в отчетах министра. По мнению Ландратовой, важно также заинтересовать и привлечь к наставнической деятельности участников, призеров и победителей Всероссийской Олимпиады школьников. Мне вот интересно, Аяна вообще понимает, как олимпиадники своих достижений добиваются? Она представляет тот уровень нагрузки? Сколько времени старшеклассники тратят на подготовку? Почему бы еще после всех уроков шестикласснику Диме математику не объяснить? Я вообще считаю, что сон, прием пищи и отдых переоценивают. Благодаря этому ребята в группах учебной взаимопомощи смогут не только закрепить материалы школьной программы или подготовиться к экзаменам, но и получить углубленные знания и навыки, необходимые для успешного участия во Всероссийской Олимпиаде школьников. О, какая красота! Чувствуете, как сразу же педагогическим мастерством повеяло? Не беда, что не каждый учитель с высшим образованием и опытом способен победителя Всеросса подготовить. У Яны школьники этим будут заниматься. Ну, может быть, тогда в принципе педагогов отменить за ненадобностью полуграмотные будут учить неграмотных. Это, конечно, надо умудриться. Так опустить педагогическое образование и работу учителя, поделиться опытом это одно и это здорово. Поэтому иногда весьма полезно на ютубе посмотреть видосики, кто и как готовился к экзаменам, олимпиадам, но реальная подготовка к олимпиаде это кропотливая титаническая работа, которой явно не подростки по доброте душевной должны заниматься. То есть условная отличница Юля. В каждом классе есть такая Юля. Я был такой Юлей. Помыслил Антратовой. Сначала утром в понедельник должна на другой конец города смотаться, голодных собачек покормить. Добрые дела! В 8.30 быть в школе, отсидеть 7 или 8 уроков, плюс внеурочка. Потом отправиться Сережу к Сиросу готовить. И надеюсь, вы не я на и понимаете, что эти занятия явно не один раз в неделю должны быть. Ну, чтобы от них хоть какой-то толк был. Потом вернуться домой. сесть за уроки. Еще бы неплохо и про ЕГЭ вспомнить. А теперь, внимание, вопрос. Хватит ли силу нашей Юле, чтобы рассказать психиатру, почему ей как-то не особо хочется жизни радоваться? Она добавила, что контроль деятельности и помощь в работе групп могут быть возложены на штатных педагогов-организаторов, а в исключительных случаях на советников по воспитанию. При этом дополнительная нагрузка должна справедливо оплачиваться. А это следующий веселый момент. Кроме, наверное, первого года работы в школе, у меня вообще никогда не было проблем с дисциплиной. Я себя всегда хорошо вел. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Но когда я после уроков приходил на продленку, мать моя женщина. Организовать уставших детей после уроков та еще задачка. Так что удачи старшеклассникам и штатным педагогам-организаторам, которых понадобится немало. Надеюсь, Яна понимает, что запихнуть всех в один кабинет это не самая гениальная идея, но очень веселая. У нас же тут одного к всеросу готовят, другому лаглош объясняют. Разные темы, разные цели, разные классы, разные предметы в конце концов. И чтобы вся эта взаимопомощь в балаган не превратилась, нужны разные кабинеты и, соответственно, разные учителя. Детей без присмотра оставлять нельзя. Ну, если ты, конечно, в тюрьму не хочешь. Кто этим будет заниматься? А, Яна же упомянула. У нас есть целый один советник директора. Тот чудо-человечек, который, по словам Кравцова, должен каждому ученику индивидуальную траекторию успеха выстроить. Может быть, тогда еще за одно лекарство от рака изобретет? Просто, судя по всему, этому чувачку все по плечу. Так этому советнику, чтобы за всем уследить, теперь что? На британский флаг разорваться? Простите, советский. Потому что идея прямиком из СССР. Только есть один маленький моментик, нюансик, скажем так. Нагрузка на школьников даже в 90-е, а не то, что в Советском Союзе просто несопоставимо с нынешней. Но об этом, похоже, только я знаю. Судя по всему. Про справедливую оплату это вообще шутка десятилетия. У меня уже такое ощущение, что это не я юморист, а Яна. То есть, на адекватную зарплату учителям в регионах денег нет. Вот и приходится группой взаимопомощи выдумывать. А на оплату этих ночных посиделок деньги найдутся. Звучит максимально правдоподобно. Яна, вы такая юмористка, боже, боже, продолжайте. Реализация данного проекта приведет к повышению уровня знаний среди российских школьников. В результате удастся добиться снижения финансовой нагрузки на российские семьи, вынужденные оплачивать услуги репетиторов. Кроме того, будет достигнут положительный воспитательный эффект. Ребята научатся оказывать помощь ближним. Яна продолжает гасить разрывными. Давай, а то, что только учителям досталось, пусть репетиторы обтекают. Понимаете, занятия с Юлей на коленке, у которой нет никакого педагогического опыта и методических знаний, что у Юли, что у коленки, достаточно, чтобы к репетитору не ходить и никуда не поступить. А зачем тогда учителя в принципе в вузах учатся, планы какие-то пишут, отчеты куда-то отправляют. И если десятиклассница Юля и двоечникам поможет, и отлично как в Сиросу подготовит. Вот, учителя не могут, а Юля, не, ну реально, хоть стой, хоть падай. Ландратова переизобретает ланкастерскую систему. Смотреть без СМС-регистрации. Ян, вы бы там хоть поскромнее цели выбирали. Не, в Сирос, репетиторы не нужны, уровень знаний повысится, а потом, возможно, понизится. У Юли. Осталось только надеяться, что а, двоечников на эти занятия все же смогут загнать, и б, что Юля через неделю не скопытится. Хорошая была девочка. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересно, и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку Бусти. Там ролики выходят раньше, без рекламы, и доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а я, как обычно, с вами встречусь на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова